Шалам роха! Сегодня у нас очень особенный, очень непростой шур. Этот урок мы постараемся объяснить силу и сущность твила молитвы. На самом деле, вносно Цуефинкл, Рашишива Слободки, много лет назад, когда он выступал перед своими учениками, он сказал, что вот этот урок, который я сейчас вам даю, он у меня уже был готов 20 лет назад. Но я считал, что я не на уровне, чтобы передать его достаточно. Поэтому я ждал эти 20 лет, и сейчас я считаю, что я могу его сказать. Я персонально не могу сказать это о себе, и, может быть, мне нужно было бы подождать 10, 20, 30 лет, чтобы говорить об этом. Но у нас нету этой возможности, потому что я считаю, что это настолько важно, настолько фундаментальная информация, эти вещи, которые должны повлиять очень, сильно на нашу молитву, на наше понимание, что это значит. И поэтому мы постараемся вместе все что-то для нас из этого приобрести. Если мы проходим через последние уроки, мы видим, что когда у человека испытания, у кого-то сложности, проблемы, и он читает, мы стараемся этого избежать, мы стараемся, чтобы было хорошо, спокойно, комфортабельно. И мы просим Творца Ашема, чтобы это было так. Может быть, в этот момент я нарушаю, я дохекаташа, я стараюсь добиться чего-то, что мне не суждено. У Ашема есть свой план, он знает прекрасно, что мне надо, и что для меня лучше всего. Поэтому можно было бы по себе подумать и спросить. Мои молитвы, которые я сейчас обращаюсь к Творцу, это бигедр, это относится как к той паре, которая решила, что у них должны быть дети. И так это продолжалось 30 лет, пока наконец-то они смогли с этим смириться. И поэтому мы должны понять, когда мы обращаемся с нашей молитвой, человек плачет, человек просит, чтобы над ним было какое-то милосердие, чтобы изменилась его жизнь. Когда я знаю, как я знаю, как это работает, как правильно на это смотреть, чтобы не идти в сторону дохекаташа, толкать небеса в то направление, которое мне кажется правильным. Как мы смотрим в этот наш Иштадлут, наше усилие насчет молитвы? Как Твила входит в этот весь мировоззрение, которое мы стараемся приобрести? В Гимаре сказано, что наши праматери, они были короткие, они были бесплодные, у них не было детей. И спрашивается вопрос, зачем, почему? Гимар отвечает, потому что Ашем желает молитвы цадиким, праведников. Мы постараемся понять, так как Ашем хочет все добро, все самое большое благословение отдать человеку. И безусловно, эти праведники, эти праведницы заслуживали самое большое благословение, которое есть. Зачем? Это как бы выглядит как садизм, как мучить их, чтобы такими десятилетиями они ждали того, чтобы у них были дети. С другой стороны, мы видим, что когда Моша Абейна находится у моря, и весь еврейский народ кричит, и они находятся в страшной опасности, то когда Моша Абейна обращается с молитвой к Творцу, и Ашем отвечает ему, что нет, сейчас время идти, но мы видим, что Орахаем объясняет, что, он объясняет, мы сейчас сосредоточимся на вопросе его, что действительно, когда эйс цара, когда какое-то горе, какая-то опасность, нужно обращаться к Ашему. Надо кричать, надо просить его, чтобы изменить эту ситуацию. Опять же здесь, кто сказал, что нужно ее изменить? Как мы можем нашими молитвами, как это работает? Несколько лет назад, в небольшом районе, в маленьком районе в Иерусалиме, в Решалаем, была следующая история. В школе, в начальной школе для девочек, у одной девочки в возрасте 9 лет, у нее обнаружили страшную болезнь, которую даже ее имя люди боятся произнести, и ее положили в больницу, ей дали очень тяжелые медикаменты и радиация, и все ее класс, все ее подружки, вся школа, также вся семья и все соседи обращались с молитвами к Ашему, чтобы он спас ее. Через некоторое время врачи подняли руки и сказали, что мы не можем здесь помочь. Это безвыходная ситуация, даже незачем, чтобы она мучилась в больнице, ее можно отослать домой. И это был их диагноз, что они ничего не могут здесь помочь, ничего могут сделать. Как на это, когда ее класс, когда подружки узнали об этом, и учительница, они сказали, нет, они не могут этого допустить. Они будут молиться, они будут отменили все свои переменки, во время переменок, они оставались в классе, в классной комнате, они все говорили, «Тейлим» не просто заканчивали каждый день, чуть ли не каждая девочка заканчивала всю книгу «Тейлим». Также ее братья, мальчики, они после Марьев собирались в синагоги, говорили «Тейлим», учились, и было просто, они сказали, что будет целая война против этого, диагноза против этой болезни на небесах, чтобы было, чтобы отменить этот страшный приговор. Через три недели эта девочка умерла. И это был шок, это был шок для всех ее классов, для всех соседей, всей семьи, естественно. После Шивы, после того, как кончилась семья траура, то ее отец, он попросил выступить в синагоге. И это все собрались там, ее классы, ее учительницы из школы, ее друзья, соседи. Не было ни одного свободного места, ни у мужчин, ни у женщин. И ее отец сказал следующие слова. Это только после того, как он потерял свою дочь. Он сказал, что у меня такое чувство, я слышал, когда люди приходили на Шиву, я слышал от девочек, насколько они потрясающе себя вели, и их молитвы продолжались, и продолжались. Я слышал, что есть реакция такая, есть такое чувство, что Ашем не принял наших молитв. Вот было такое огорчение, было, что Ашем не принял, мы так старались, мы так много молились, мы так много делали, но Ашем не мекабель, он не принял, не акцептировал наших молитв. И отец этой девочки, он сказал, что я хочу объяснить всем, здесь, и особенно детям, но на самом деле, это для нас так же актуально, что у нас есть ошибка, у нас есть неправильное понимание, что такое молитва. Мы думаем, что молитва, это как средство получить то, что мы хотим, то, что мы желаем. Ашем, может быть, он не знает, что нам надо, он, может быть, забыл, ему нужно напомнить, поэтому мы просим, мы приходим к Творцу, у нас есть, конечно, с этикетом вежливо, мы восхваляем его, потом мы наконец-то просим, что нам надо, потом мы благодарим его, чтобы было, опять же, вежливо. И это нам нужно напомнить, Ашем, нам нужно это, это, это. У нас есть целый список того, что нам пригодится в нашей жизни. У нас ошибка, ошибочное понимание, что такое Тфила. И тут он постарался объяснить это на том, что мы сейчас будем концентрироваться, понять, что такое Тфила, что такое молитва, какой она роль играет в нашей жизни, как она работает. Для этого нужно начать с самого начала. Когда Ашем создает этот мир, и как вершина творения, это человек. Сказано, что И тут человек становится живым существом. Он становится живым. Живым человеком. Нефиш Хая. Онкилос, который, как у всех Хумашим, во всех Торах, есть перевод на арамейский, который, в общем-то, это с горы Синай, это тоже, это не просто онкилос его придумал, а это была передача с горы Синай. Он переводит это на арамейский, он говорит, что он переводит это как Руах Мималила. Он переводит это, что когда мысль, человек становится живым, что это значит «нефиш Хая», что человек становится человеком, у которого есть речь. Меется в виду, что вот это Хаим, это жизнь, это душа, как она, как мы видим, то, что у человека она есть, у других существ, у животных этого нет, это именно дар речи. Мималила. В «нефиш Хаим», Раб Хаим Воложина приводит так же, что он это, насколько я знаю, это зойр, то это сравнивается с стекольщиком, с стеклодувом, когда он делает вазу, это значит, что он берет это стекло, которое еще не сформировалось, оно еще горячее, и он специальным прибором, он вдувает в него воздух, и тогда это делает, принимает свою форму. Сказано в «нефиш Хаим», это что произошло здесь, «мидиле нофах», сказано, что «Ашем от себя», «Ковьехл от себя», как будто бы дал свою часть, то, что душа наша, это часть Творца. Как это выглядело? Тем, что он вдыхает эту, эту, эту душу, и что это такое? Говорит Анклос, это дар речи. Теперь мы можем начать понимать, как работает наша, как работает Твила, как работает молитва. В «Медрэш» сказано, что душа в нашем теле, она постоянно старается вернуться обратно. Каждая часть по инерции, она хочет вернуться к своему источнику, куда она принадлежит. Эту душу, ее опустили в этот низкий мир, ее всякие оболочки, ее скрывают, клепот, всякие молбушим, одежда, и в конечном итоге она ограничена, она становится, она остается здесь. И сказано, «Медрэш» говорит, что она постоянно старается как-то вернуться обратно, ее как-то постоянно тянет назад. Но Ашем говорит, «Нет, ты должна оставаться здесь, это твоя часть, это твоя роль, это твоя функция, ты должна быть в этом мире». Может быть, я это рассказывал, я уже не помню, что пару месяцев назад, когда рабоцин Волбе умерла, то рассказывали про нее, что когда ее муж, Шлайма Волбе, сам известный Машгех, он был при смерти, то он уже был дома в тот момент, и он постоянно просыпался и говорил, что я хочу домой. Его внуки, вот дети, они говорили, что да, ты дома, они показывают вот этот диван, вот эта картина, вот этот стол. Это они показывают, что он увидел, что он находится дома. И потом опять, и опять, я хочу домой, я хочу домой. Пока не вошла рабоцин Волба, его жена, и когда они сказали, что происходит, что заеда, он говорит, он хочет домой, хочет домой, он же дома. И она сделала одно движение, показала вот так, выплывала на небеса, что рабоцин Волба чувствовал, у него была такая ясность, что он выполнил свою роль здесь, и его душа, он себя ассоциировал именно с душой, он хочет вернуться домой. Так это происходит, и когда у нас это желание вернуться, этот хибур, эта связь, что действительно это происходит, вот это чувство, что душа чувствует, что она возвращается, она соединяется обратно со своим источником, с творцом, это происходит во время молитвы. В законах молитвы сказано, часто люди, которые начинают молиться, знакомиться с иудаизмом чуть позже, им тяжело привыкнуть, что когда они открывают седур, нужно произносить слова. Читать гораздо проще и быстрее, просто с глазами, так человек привыкает уже. Но здесь твила, она должна быть именно, когда ты произносишь эти каждые слова, потому что именно тогда этот воздух, как говорится, что самое чистое, что в этом мире есть, это это воздух, который выходит из уст детей, еврейских детей, которые учат Тору. Имеется в виду, что именно когда человек произносит эти слова, даже если он их не слышит, но, да, для Хатхла нужно их слышать, но даже если он не слышит, ты должен их произносить. Но произносить вот этот воздух, вот это вот, это действие, оно является тем, что душа, она соединяется с Творцом. Молитва, она очень многогранна, есть очень много частей ее. То же самое, почему? Потому что у души есть очень много разных частей, очень разных уровней. И каждая часть молитвы, это шмалесра, это меда, это шма, это видуй, когда человек раскаивается, это псуходизимр, когда человек восхваляет Ашема. Каждая часть молитвы, она сопоставляется какой-то части души, которая в этот момент освобождается из своей тюрьмы здесь, и она соединяется с Творцом. В этот момент мы видим, что когда человек происходит у него, происходит с ним твила, кроме этих разных частей молитвы, тоже есть разные чувства, с которыми человек это происходит. У него есть разное время, есть утром, есть вечером, есть днем, у него есть разное настроение, разная молитва, иногда он больше с симхой, с радостью, иногда ему тяжело. каждая часть этой молитвы, которая происходит с человеком в разное, его мацафруах, его самочувствие, как он себя это видит, и как он это произносит, опять же, это отражает, это соединяет разные части его нишамы, его души с Творцом. Поэтому, когда она, мы говорим, Ха-Шем, открой мои уста, я буду говорить с тобой, это происходит, это соединение. Объясняют комментаторы, что человек, когда его речь, его речь хорошая, хорошие его слова, они поднимаются наверх, они строят ему целый дворец, целый его будущий дом в следующем мире. Когда это плохие слова, тогда наоборот, они опускаются в Гееннам, и они там именно строят ему то, что ему придется туда поселиться. Райват говорит больше, он говорит, что у человека часто какой-то пахот, у него есть паника, у него есть страх и так далее. Это он говорит, что от того, что он чувствует, что его душа чувствует внутри, что что-то там строится для нее, куда у него от этого особый страх. Мы видим, что каждое наше слово, когда это слова торы, слова молитвы, это соединение, происходит соединение, они поднимаются наверх, потому что это часть души, это часть творца, и там происходит это соединение, происходит так же, человек строит свое будущее, которое бесконечно. В другой стороне мы видим, что этот концепт, он настолько глубокий и настолько простой, потому что теперь мы понимаем, что то, что старался объяснить этот отец девочкам, которые были расстроены, что их молитвы не были приняты, принятие молитвы, вот это, что, что есть каббала, татвила, есть, Ашем ее акцептирует, он принимает, происходит, когда у человека есть связь, когда человек обращается, он знает, к кому ему обращаться, он знает, что именно Ашем, ты мой адрес, я обращаюсь именно к тебе, и это будут разные части молитвы, иногда это, опять же, шмай, иногда это шманесра, и когда мы соединяемся с Творцом, это каббала, татвила, это считается, что моя молитва была принята, что потом произойдет, что Ашем наверху решит, выполнить наши просьбы, или не выполнить, это уже совершенно другое, это не связано с молитвой, молитва это не средство получить то, что я хочу, можем привести пример, если у человека какая-то беда, и он думает, кто ему может помочь, и он находит какого-то человека, который большой праведник, и у него есть большие связи, он приходит к нему, и он знакомится с ним, и они начинают беседовать, у него начинаются хорошие отношения, он приглашает несколько раз к нему, они встречаются, и в конечном итоге, этот праведник не смог ему помочь, он посчитал, что ему не нужно идти в это направление, его ответ, он не выполнил его просьбу, но зато у них сейчас новые отношения, у него он знает, что это тот адрес, это тому, куда можно обратиться, у него, он тем, что они сблизились друг с другом, он сам стал другим человеком, он стал выше, поэтому об этом не говорит, что потом будет принято, это не характеризует, это не оценка, приняты наши молитвы или нет, главное в том, что человек, именно у него есть хибур, у него есть кэш, у него есть соединение, у него есть связь с Творцом, и это происходит, когда моя твила сказана с каваной, она сказана, когда я сосредоточиваюсь на каждом слове, я знаю, что я говорю и кому я это говорю. В арминахэль сказана также, это известная книга в хасидизме, что когда у человека есть, когда человек сидит в трауре, его утешают тем, что ему говорят, что то место, в этом контексте это Ашем, пусть да, утешит вас, но почему именно используется слово Амаком, Амаком это место, тут это имеется, чтобы Творец, он утешил человека среди всех других людей, которые в трауре, почему используется, потому что он говорит, что Амаком это место, которое человек себе сделал там наверху, своими словами, своей речью, своей Торой, именно то место, это именно главное наше утешение. Поэтому сказанное Рапшимон говорит в Пирке Авод, в первой главе 7 Мишна, он говорит, я всю жизнь провел среди хохамим, среди мудрецов, я не нашел ничего лучше для своего тела, чем штика, чем молчание. Почему он говорит штика, почему он говорит именно молчание, почему он говорит именно для тела, может быть для души, для человека, потому что Вильямский Гоан пишет в письме для своей семьи, что за речь, которая даже не считается лошонара, злословие, но которая ничего хорошего в себе не несет, человек, к сожалению, будет наказан страшными вещами. И с другой стороны, если человек, он себя удерживает, сдерживает, не сказать слова, он получает Ора Гонус, это особенный свет, который скрыт для цадиким, для праведников с шести дней творения, есть точка, где Вильямский Гоан и Балшемтов, они говорят одно и то же, что у каждого человека есть ограниченное количество слов в этом мире, и когда человек их использует до конца, то имеется в виду, что его время пришло. и здесь мы видим, что есть разные рекламы, например, реклама телефонов, телефонной компании, что там говорят, что ты можешь говорить бесконечно, и говорят бесконечно, это другими словами они приглашают человека совершить самоубийство, потому что если он будет говорить бесконечно, к сожалению, это придет к тому, что он использует все свои слова. Когда Рабояр рассказывал, что он давал большой семинар для девочек из Бетяков, из школы, из религиозных школ, и когда он говорил об этой теме, то эти добрые девочки, они послали ему такую записку на стол, они спросили его, как же вообще по вашим словам, как вы еще живы, вы же как бы постоянно говорите, постоянно вы в каждом день у вас несколько шурим по всему, во всех местах. На что ответ? Естественно, что слова, которые связаны с Торой, которые связаны с митцвод, с заповедями, с молитвой, с каким-то позитивным влиянием на других людей, это вне этого счета. Это постоянно, на это у человека есть наоборот, чем больше, тем лучше. На ответ, как же эта девочка все-таки ничего не помогло, ее отец сказал, что ее время пришло, ее время пришло, у нее, у каждого человека есть свое время и какую-то часть, и для нее она выполнила то, что ей нужно было сделать в этом мире. Я помню, Мориша Шива, когда, к сожалению, у одного из молодых пар, у них умер ребенок очень-очень, чуть ли не, несколько месяцев после, как он родился, он рассказал им, это известная история про в Вильнюсе была пара, которых не было детей, годами, 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 годами они молились, чтобы у них был ребенок. В конечном итоге, когда у них родился ребенок, это была потрясающая симха, радость, и чуть ли чуть больше, чем год, этот мальчик, он внезапно умер, совершенно без каких-либо неожиданно. В Вильнюк Гоен, к которому они тоже приходили за благословениями, за всем, он пришел на Шиву, на Трауру, на семье Траура посетить эту семью, и у них вырвалось, как они сказали, как это может быть, они не могли это, они не могли это переводить, это не могли с ними этим смириться. Венский Гоен сказал им, что не так давно Авраамбен Авраам, граф Потоцкий, который известный польский аристократ, который перешел в иудаизм, и которого потом его семья нашла его, и у него был выбор или вернуться к католической религии даже без, его просто просили это сделать, чтобы, ну, публично, чтобы он натрекся от иудаизма, но потом он может делать, что хочет, или они сожгут его заживо, и когда он, в конечном итоге, он выбрал именно Киду Шашем, умереть на Киду Шашем, это целая история, говорит Киду Вильна Гоин, когда он попал в небесах, то Авраамбен Авраам, он достиг самого высокого уровня, который возможно было достичь, и на последний, последний уровень он не смог добраться, потому что, не знаю почему, там это было только для тех, кто кормились от еврейской мамы, так как он вырос в еврейской семье, то у него не было вот этой особенной какой-то части, как Мой Шарабейн, видим тоже у Маше, он не мог кормиться молоком от египетских женщин, пока его мама не пришла, это был, есть какая-то особая часть, особый уровень, который последний, тут, когда он был, он достиг всего, чему не хватало, и был большой, большой суматоха в небесах, как это может быть, человек, который достиг самым большим уровнем, это не его вина, тогда было принято решение, чтобы он вернулся в этот мир, только чтобы именно выполнить это, чтобы он покормился молоко от еврейской мамы, и потом он возвращается обратно, сказал Милина Гоин, это был ваш ребенок, это было для них самое большое утешение, у каждого есть, есть время, есть, есть и так, этот отец, он принял этот, и объяснил этим девочкам, что то, что всех их молитв, которые они молились, они были не зря, и они нельзя, ни в коем случае нельзя сказать, что они были не приняты, принятие молитвы, это когда человек обращается к Творцу, его молитва поднимается наверх, он молится с концентрацией, он знает, кому он обращается, тогда его душа соединяется с Творцом, это каббала татвила, это то, что называется, что твоя молитва была акцептирована. Гоин также говорит, интересная вещь, что горон, горон, это наше горло, это гуф, руах, нишама, гимн, это гуф, это тело, рейш, это руах, это душа, ну, более низкая душа, и нун, это нишама, именно вот это вот, горон, это то, что соединяет наше тело с нишама, то, что нам помогает обратиться с нашей молитвой наверх. Иногда мы видим, что человек молится, молится, молится о чем-то, он просит Творца, и ничего, и ничего. Иногда это бывает, как мы сейчас увидим, что эти молитвы, они, опять же, они постоянно уходят куда-то, и все, что все эти старания, все эти, все этот хибур, вся эта связь, которая с Творцом через эти молитвы, была активирована, стала, она, опять же, будет нишмар, она сохраняется для того места, для того времени, когда это пригодится. Бывает даже, что у человека молится, молится, и потом, он находится в каком-то кризисе, и у него нет даже возможности помолиться, и тогда эти все молитвы, они именно будут соединены, переведены, и использоваться, чтобы ему помочь в этой ситуации. Были две семьи, две хасидские семьи, у которых были мальчик, ну, она была мальчик, а другая была девушка, и долгое время они не могли найти какой-то шедух, в конечном итоге была идея, что вот эта девушка, этот парень, это хороший, хороший шедух. Они пошли к своему рабе, к своему рабе, который был большим-большим праведником, и сказали, что он считает насчет этого шедуха. Он, эта девушка, этот парень, он посмотрел, он знал, он говорит, нет, это не шедух, это не подходит. Окей, хосидов обычно не задают вопросов, особенно в таких, поэтому, сказали, что нет, рабе сказал, нет, значит, нет. И опять, для мальчика ищут невесту, для девушки ищут жениха, так время идет, 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 идет. В некоторое время у какого-то шедха, у которого человек они говорят, а может быть, все-таки они подойдут друг к другу? Они говорят, нет, это уже была идея, рабе сказал, но время прошло, долго, они все еще никого не нашли, может, попробуем еще раз. Они идут к рабе, они говорят, что насчет вот этого шедха? Говорят, отлично, вперед. Они встречаются, они женятся, и все. И нам здесь повезло, кто-то все-таки посмелился после всего этого подойти к рабе и сказать, а что, что случилось, что было сначала, что было потом, почему сначала рабе сказал нет, и потом он сказал да. Но я выяснил так, что я видел по их характеру, по их мозаль, по их душе, что есть испытания, когда человек ищет, шедух ищет, на ком жениться, выйти замуж. Есть испытания, что когда у пары нету детей долгое время. И то, оба очень-очень тяжелых испытания. Право сказал, что я видел, что с испытанием ждать своего шедуха, оба, и он, и она, они могут справиться. но, если они женятся сейчас, то у них не будет детей долгое время. С этим, это их, это будет катастрофа для них, они не смогут, это будет, это будет, это разрушит их гармонию, их мир, они не смогут с ним справиться. поэтому нужно было подождать, чтобы всех их молитвы, которые они говорили Творцу, до того, как, до того, как они поженились, они будут использованы для того, чтобы у них были дети. И действительно, они сказали, что они женились, у них сразу же были дети. потому что он видел, что эти молитвы, они не идут, просто так, они остаются, и они именно помогли, чтобы у них родились дети сразу же. Но если бы они женились сначала, то им пришлось бы долго-долго ждать, и он видел, у него есть руха кодиш, как-то пророчество, что они с этим не смогут справиться. Мы видим отсюда опять же, что они никуда не пропадают. Молитва, каждая молитва, и также здесь все молитвы этих девочек, это было что-то, даже если мы это не видим, но в небесах есть много-много разных хешбанок, разных расчетов, и там их уже будут использовать по назначению. Раба Амлим Штейнман сказал, что в каждом поколении, даже в каждые пару лет есть что-то новое, или это кто-то там в Ираке сидит, или в Иране, или в Сирии, и угрожает страшными вещами. Раба Амлим сказал, что он начал с вопроса, почему цадики у праведников часто они болеют, часто у них какие-то царот, у них какие-то страшные разные вещи, и все молятся за них. Он говорит, почему? Потому что в каждом есть постоянные времена, есть какая-то угроза, он говорит, сидит там какой-то сумасшедший в Иране, он говорит, у него есть огромная бомба, он говорит, на Идуша, он говорит, у него есть большая бомба. Это страшно, это страшно. Что может случиться с Израилем? Говорит Рапан Лейб, он говорит, поэтому у каких-то цадикам, у них неправедников, у них они плохо себя чувствуют. Все начинают молиться за них. Все ишивы, все дети, все взрослые. Постоянно это огромнейшая, огромнейшая сила этой молитвы. Эти молитвы, они идут туда, чтобы защитить нас от этих угроз. Мы видим, что мы даже иногда не понимаем, но мы можем себе представить, какие угрозы могли бы быть. Часто потом это только узнается. Сказано, что потом, в конце времен, что мы будем говорить с Халилем, мы будем восхвалять Творца. И разные народы, которые угрожали нам, мы даже не знали, что нам могло, что это было. Мы потом сможем действительно восхвалять Творца до конца. Говорит Рапан Лейб, все эти молитвы, которые идут за цадикам, за праведников, это тоже используется, чтобы дать безопасность еврейскому народу. Чтобы это показать лучше, и Мой Шабая рассказал очень интересную историю, там, где он участвовал. Он преподавал в Яшиве для ребят, которые стали религиозными уже в зрелом возрасте. Были очень серьезные ребята, которые были тоже очень интеллигентные. И он преподавал там гемора, Талмуд. Когда как-то в Талмуде речь зашла о молитве, то один из ребят, опять же, очень умный, серьезный, малой человек, сказал, что Он не слушает моих молитв, он не принимает мою молитву. Рабая спросил, а почему ты так считаешь? Он говорит, что я уже годами, годами молюсь, чтобы жениться. Он не принимает мою молитву. Рабая спросил, а может быть, ты не знаешь, как молиться? Он говорит, может быть. Ты хочешь, я тебя научу? Он говорит, да, конечно. Он говорит, но ты обещаешь, что ты точно будешь делать, что я тебе скажу? Он говорит, ну, что делать? Обещаю. На что Рабая сказал им следующее. Завтра днем будет Минха, молитва, в полдень. Ты становишься у Ара Накодыш, у ковчега, там где Сейфа Тора. Ты становишься прямо там, около него. Начинаешь молиться. Во время молитвы ты говоришь, обращаешься к Творцу. Ты говоришь, Ашем, ты ставишь ему ультиматум. Смотри, мне нужен Шедух, мне нужна невеста. И поэтому, пока ты мне не дашь невесту, я отсюда не сдвигаюсь. Я остаюсь здесь, я буду здесь стоять до того момента, когда ты мне дашь невесту. Как Хони Амагал в Геморре сказано, что он стоял, он делал вокруг себя круг. И он говорит, что пока дождь не пойдет. Но Хони Амагал это мог сделать. Так же, он говорит этому молодому человеку, ты будешь стоять там и скажешь, Ашем, пока ты мне выполнишь мою желание, мою просьбу, возьмешь мою молитву, я не сдвигаюсь отсюда. Но, так как у нас есть такой клау, что ты не можешь кого-то наказать, что-то сделать, пока ты человека не предупредил. Он говорит, ну, так же можно с Творцом. Через 15 минут, ты говоришь, Ашем, окей, смотри, это было предупреждение. Через 15 минут это предупреждение, но завтра уже все. Все, завтра уже я остаюсь здесь до конца, пока у меня не будет невеста. И на этом кончай молиться. Это было очень странно, ну, такая рецепт или лекция, как молиться. Но, он говорит, хорошо, у него был Эммунат Хахамим, вера в мудрецов. На следующий день он пошел в Минхум, было очень тяжело подойти прямо к Коронакодыш, подойти прямо к Ковчегу, все смотрят. Но, он говорит, Раф не сказал, надо делать. Он подходит туда и начинает молиться. И он доходит до места, где он обращается к Творцу. Он говорит, Рибониши Лойном, Творец этого мира, я объявляю, что я не сдвигаюсь с места, пока ты не выполнишь мое желание. Я уже тут много лет в Вишиве, я все жду. Поэтому, время пришло, чтобы ты ответил на мою просьбу, чтобы у меня была невеста. И так, он же стоит, ждет. Через пять минут он начинает плакать, он не может остановиться. Он прямо весь его взял, трясет слезы, он кричит. Он, ну, чуть ли до глубины своей души, он никогда еще, никогда у него такого не было. И он долгое время, пока он приходит в себя, на следующий день он приходит на урок. И он говорит, я хочу поделиться. Ну, Раббай, может быть, потом. Говорит, нет, нет, это я должен сейчас сказать. Говорит, хорошо. Он говорит, то, что я почувствовал в тот момент, это я никогда не знал, что такое молитва. Я понял, что вдруг у меня появился хибур, у меня появилась связь с Творцом. Что произошло здесь? Он говорит, что то, что произошло со мной вчера, это мне, это важнее для меня, чем ши-дух, чем жениться. Потому что я понял, что я с кем-то говорю. Это для меня все стоило того, только дойти до этого состояния. Что произошло, что Раббайар ему помог понять, да, хотя мы сказали, что нельзя быть упрямым, нельзя как бы стать мультиматумом. В этом случае это было просто показать ему, что он говорит с кем-то, он обращается к кому-то. Мы настолько привыкли приходить, открывать наш седур, наш молитвенник, наш этой лим, и читать эти слова. И просто сказать, ага, Ашам, я знаю, ты много чего можешь, ты можешь это сделать, и это, да, и это мне не помешает, и это. И мы смотрим на слова, мы все проходим. Но это не молитва, я не говорю ни с кем. Здесь он понял, если ты хочешь угрожать кому-то, это значит, что-то здесь есть. Ты можешь только быть настолько эмоциональным, настолько, когда, чтобы это был какой-то диалог здесь. Только если тут кто-то тебя слушает. Только тогда, когда человек доходит до этого сознания, до этой реализации, тогда здесь есть хибур, здесь есть соединение, здесь есть связь. Также, когда рабонит Волбе на его, на ее испеде, на ее травленной речи говорили, что раб Рубен Лойхтер, один из главных учеников раб Волбе, он сказал, что он почти каждое утро учился с раб Волбе. И когда он уходил, он каждый раз слышал, что его рабоцин, его жена в кухне с кем-то говорит по телефону. И каждый раз, он говорит, интересно, с детьми, с внуками, один раз он, как бы, позвал себя, он наклонился посмотреть, что там происходит. И он увидел, что рабоцин Волбе, она молилась. Это звучало, как будто он с кем-то говорит. Когда я, когда многие из нас молятся, это не выглядит, что ты с кем-то говоришь, ты просто должен сказать эти слова. Но когда она обращалась к Творцу, это было видно, что она с кем-то говорит. Так это случилось, как будто он говорит телефон. Поэтому мы начинаем понимать, что когда у человека есть какая-то царанка, какие-то испытания и так далее, и он молится к Творцу о чем-то, он просит его со всей силы, чтобы Ашем ему помог, он его избавил из этого. А может быть нельзя это делать, может быть отдыхать, я толкаю, я пытаюсь добиться того, что я хочу. Я не принимаю план Ашема, я стараюсь говорить. Нет, это только если человек говорит, что моя молитва, это добиться моего желания, моей просьбы. Если это не будет, тогда это как бы я вообще, я подаю депрессию, я огорчаюсь, я это не... Нет, если человек понимает, что Твила это хибур, это я... То, что Ашем потом решит, это его решение, и он знает, как лучше всего. Моя облигация, мой хьюф, то, что от меня требуется, это чтобы моя душа ее освободить. Она находится где-то внутри меня, и ей там непросто, ей хочется соединиться с Творцом. Как это делается во время молитвы? У нас есть разная молитва, есть молитва в тяжелые времена. Аризал говорит, что самая высокая молитва, это когда во время семха, во время радости. Но тогда душа больше всего соединяется с Творцом. Но в любом случае, даже во время горя, как мы видим у наших праматерь, у них были годами, годами, десятилетиями, не было детей, это было для них тяжело. Это было горе, это было... Также хана, также мы учим молитву от ханы, законы молитвы. Это дает, именно когда человек проходит эти испытания, и его молитва и разные части молитвы, с которыми он соединяется, с которыми он находит общее, это освобождает и соединяет разные части моей души, чтобы действительно полностью ее освободить и полностью наладить этот канал, это соединение, которая душа, которая хочет вернуться домой. И это именно так, как она поднимается, и она строит там нам следующий мир, которым человек потом сможет наслаждаться. Поэтому мы понимаем, что даже человек, который... Мы видим, что он молится так сильно, и со слезами, и со страшными, как бы, ну, с сильными, и с, я не знаю, там, он постится. Все, что бы он делал, это не противоречие к Дхакша. Это он не считается, что он Дхакша, что он старается пробиться и добиться своего. Если у него правильное, правильное направление, он знает, как это правильно делать. Так что, Безусошем, чтобы мы действительно полностью смогли понять это, как правильно относиться к Твила, как правильно подходить к молитве. Позже мы дадим семь разных советов практических, как точно использовать это максимально, чтобы добиться максимальных результатов. И главное помнить, что каждый раз, когда я обращаюсь к Творцу, это должно добиться именно вот этой хибур. Это значит, что я должен понимать, что я с кем-то говорю. Должен понимать, что почему я говорю с Творцом, потому что от него зависит все. Это не зависит от результатов. Что бы ни было потом, главное, что у меня есть хибур, что у меня есть связь, прямая связь. Это наша потрясающая сила, и это сущность всей молитвы. Спасибо, успехов!